С вами программа территория Тольятти и я ее ведущий Дмитрий Лобанов. Только важные и интересные события города за прошедшую неделю. Сегодня в программе праздник со слезами на глазах. Тольятти отметил день победы. Ужасы нашего городка. Тольяттинская гимназия нуждается в срочном капитальном ремонте. Увлекательный вид спорта для любого возраста. Впервые в Тольятти чемпионат Самарской области по метанию ножа. День Великой Победы встретили в Тольятти. 27 тысяч жителей города вышли на международную акцию «Бессмертный полк». А в парке истории техники имени Сахарова выступала знаменитая пилотажная группа «Русь». Подробности далее. Жители Тольятти выходят на улицы с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Каждый год международная акция «Бессмертный полк» объединяет миллионы людей по всему миру. У каждого своя история, свое личное горе. Но всех объединяет память о погибших и благодарность за победу. Это мой дедушка Щербинин Андрей Федорович. Он служил, прошел всю войну, то есть он защищал фронты Заполярье. Он был шофером и доставлял продовольствие военным. В этом году мы решили посетить первый раз «Бессмертный полк». То есть много слышали об этом событии. Видим, сколько людей ходит и не могли пройти мимо этого события. Поэтому для нас это очень важно. Поляков Михаил Константинович. Он молодым парнем ушел. Сначала в Финскую войну воевал, затем в Великую Отечественную. Под Сталинградом был контужен, вот в этом самом котле сталинградском, и демобилизован. Потом уже трудился в тылу на благо своей родины. Смотрели сначала по телевидению, а теперь решили сами поучаствовать. Колонна начинает свое движение вдоль всей улицы Юбилейная. 9 мая отмечают в Тольятти с размахом. На другом конце автозаводского района все взгляды устремлены в небо. В парковом комплексе истории техники имени Сахарова, кажется, собрался весь Тольятти. Все это ради пилотажной группы «Русь». Целый час летчики будут исполнять фигуры высшего пилотажа. Чтобы наблюдать за ними без проблем, понадобятся солнечные очки. Очередной заход на вираж и головокружительные маневры в воздухе. Для летчиков пилотажной группы «Русь» обычное дело. Боевой проход в строю, вираж с креном 60 градусов, петля Нестерова и боевые развороты. На самолетах Л-39 российские асы готовы показать настоящий пилотаж. Главная задача авиационной группы – показывать технику высшего пилотажа. Но кроме учебно-боевых самолетов, в небе появились и моторные Як-52, а также вертолеты Ми-2. Такой парад воздушной техники проходит при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова. От главы региона сегодня хороший большой праздник, подарок – выступление пилотажной группы ДОСА в Самарской области и пилотажной группы «Русь». Я всех поздравляю с Днем Великой Победы, желаю самое главное – здоровья. И в память о наших дедах мы должны помнить нашу историю. И всем желаю мирного неба над головой. Посетители могли принять участие в конкурсах и викторинах, например, проверить свои знания в военной сфере. У стенда Тольяттинского экономико-технологического колледжа нужно разложить воинские погоны в порядке возрастания званий. С такой сложной задачей справляется не каждый, но без призов от ТЭТК не уходит никто. Большое внимание уделяется как воспитанию молодежи, так и военно-патриотическому воспитанию. И в 2015 году у нас был создан военно-патриотический клуб «Рать», который сейчас, ребята из этого клуба находятся на главных постах по городу в День Победы, являются победителями многих состязаний, участвуют как в городских мероприятиях, военно-патриотических. Задача военно-патриотического движения ТЭТК – не просто воспитать чувство патриотизма у молодежи, но и подготовить студентов к военной службе. Один из участников клуба, Давид Балтуев, учится только на первом курсе, но уже точно знает, что после колледжа пойдет отдавать долг родине. Ну, я сейчас первый курс, решил, что надо заняться военно-патриотическим, подготовкой к армии, и как бы «Рать», решил вступить в «Рать», потому что она рядом, и это участие в колледже активно. С праздником Победы Тольяттинцев поздравило агентство недвижимости «Глобал Недвижимость». На территории паркового комплекса каждый мог получить подарки и хорошее настроение от компании. Дорогие ветераны, поздравляем вас с Днем Великой Победы. Спасибо вам за подвиг, который вы совершили. Все мы должны помнить о том, что вы сделали для нас, и пронести чувство гордости и благодарности за победу, наше мирное небо над головой, через всю жизнь передать в поколение. С праздником, дорогие ветераны! К празднику присоединился Итальяттинский государственный университет. Подробности у корреспондентов студенческого телевидения ТГУ. День Победы для ТГУ День Победы для ТГУ – праздник особый. Итальяттинский государственный университет – единственный вуз в Самарской области, в котором проходит собственный парад в канун Дня Победы. В сквере на площадке мемориала университета россиянам, не пощадившим себя во имя спасения Отечества, прошла лития в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной. Совершил литию настоятель университетского храма святой великомученицы Татьяны, отец Алексей. 8 мая – яркое солнце, георгийские ленты, цветы. На площади перед главным корпусом – студенты, преподаватели, сотрудники университета, ветераны войны, жители города. Главное истинно проста – нужно хорошо помнить свою историю и не давать ее забыть тем, кто очень старательно пытается вымороть ее из своей памяти, из памяти своих детей, внуков, своих государств и народов. Ну и, конечно, нужно любить свою Родину. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, а главное – мирного неба над головой. С праздником! Уже в третий раз наш университет участвует во всероссийской акции «Бессмертный полк». 123 фотографии участников Великой Отечественной войны пронесли по площади студенты военной кафедры и волонтеры. «Бессмертный полк» Курсанты Института военного обучения готовились к параду несколько месяцев. Сегодня стройным маршем по площади перед главным корпусом прошагали 700 студентов ТГУ. Громкое и зажигательное, в прямом смысле, выступление подготовила третья отдельная гвардейская бригада специального назначения. Впервые в праздновании Дня Победы в ТГУ принял участие русский оркестр народных инструментов Тольяттинской филармонии. Прозвучали песни военных лет. А еще было исполнение композиции Басты «Сансара». Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Простые, но правильные слова. Мы – продолжение и голоса тех, кто победил в страшной войне, кто завоевал великую победу. Падающая штукатурка и ржавая электропроводка – это лишь начало списка проблем одного из Тольяттинских учебных учреждений. Гимназия номер 35 нуждается в срочном капитальном ремонте. В ситуации пытается разобраться комитет Самарской губернской думы по науке и образованию. Сложно поверить, но здесь учатся дети. На пролетах потрескавшаяся штукатурка, в коридорах разбитый пол, а зимой постоянно прорывает тепловые трубы. Гимназию номер 35 учителя и родители ремонтируют своими силами. Но прежде всего всех здесь волнует пожарная безопасность. Оборудование щиток устарелы при возникновении аварийной ситуации не всегда способно автоматически произвести отключение. В избежание возникновения аварийной ситуации необходимо заменить светильника на энергоизбережение, а также заменить щиты освещения с равноправным распределением нагрузки по фазам. При невыполнении данных мероприятий остается опасность возникновения в школе аварийной ситуации, вплоть до возгорания. О возгораниях в гимназии знают на собственном примере. Электропроводке 47 лет. Из-за нее в 2013 году произошел пожар. К счастью, тогда никто не пострадал. Полностью менять, потому что алюминий, советский алюминий, 1,5 сечения, соответственно, не выдерживает нагрузку. То есть это еще с советских времен? С советских времен, да. Воду откачивают с помощью насоса. В гимназии понимают, работы предстоит много. О капитальном ремонте просят давно, но дальше проектно-сметной документацией дело не продвинулось. На помощь учебному учреждению пришли депутаты Самарской губернской думы. Мы прекрасно понимаем, что вот та проектно-сметная документация, которая на сегодняшний день уже разработана, экспертиза уже проходила, срок экспертизы просрочен. Теперь школа сделала вновь экспертизу. И мы сейчас должны настоять на том, чтобы все-таки эта школа получила те капитальные работы, которые позволят выполнить вот все те задачи, которые стоят. Комитет Самарской губернской думы по образованию и науке будет добиваться того, чтобы восстановление учебного учреждения началось как можно быстрее. Уже готовы соответствующие предложения в будущий областной бюджет. Это значит, что капитальный ремонт в гимназии номер 35 все-таки будет. Он запланирован на 2019-2020 год. Побеждает самый меткий. В Тольятти впервые прошел чемпионат Самарской области по метанию ножа. Как этот вид спорта помогает воспитывать патриотизм и куда отправятся победители соревнований, узнаем в сюжете. Егор Яковлев из Самары метанием ножей занимается с двух лет. В спорт его привел отец. За 16 лет подросток, уже восьмикратный чемпион России и мира. Егор признается, метать ножи никогда не надоедает. Его персональный рекорд – 590 очков из 600. Я начал заниматься еще в два года метанием. И тогда так получилось, что вид спорта появился только в 2001 году. А меня одевать толком не было куда. А папа к чемпионату мира готовился. Ну и я вместе с ним начал тренироваться. Конкуренция большая в этом виде спорта? Естественно. Приезжают со многих стран. И в каждой стране есть свои лучшие метатели. Их тоже нужно уметь побеждать. Кидают ножи с дистанцией от 3 до 7 метров. Участвовать в соревнованиях может каждый. В этом виде спорта найдется место как для детей, так и для взрослых. Соревнования областного масштаба проводятся в Тольятти впервые. Метание ножей – это ведь не только спорт. Для кого-то это форма релаксации, форма проведения досуга, форма организации своего свободного времени, здорового образа жизни и так далее. Ну а часть людей, конечно, идет в спортивную составляющую, участвуют в соревнованиях. И вот, я думаю, сегодня мы увидим именно таких. Организаторы уверены – метание ножей не только приобщает молодежь к спорту, но и воспитывает у них любовь к родине. Это относится к патриотическому воспитанию, которым мы должны заниматься. И чем мы дальше будем привлекать молодежь нашу, то, я думаю, это очень такое занятие, вы знаете, это не каждому дано, в смысле, я говорю, не каждый хочет пойти. Но когда они увлекаются этим и начинают заниматься, это просто великолепно. После областных соревнований метатели ножей области отправятся на чемпионат России. А уже в конце года лучшие из лучших поборются за призовые места на мировом уровне. Это была программа «Территория Тольятти». О важных и интересных событиях нашего города вы можете сообщить по телефону редакции или написать в официальную группу ВКонтакте телерадиокомпания «Губерния». До новых встреч и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин